Значит, расстанется ли все-таки российская армия, российские войска в Беларуси после референдума? Либо на сколько долго останется? На что намекает Зенон Станиславович по поводу партизанской войны и на кого это рассчитано? И если вдруг завтра такое чудо случится и самозванец испарится, с кем видите вы дальнейшее развитие Беларуси? С Россией или евроинтеграция? По поводу первого вопроса, учение заканчивается по тем документам, которые озвучены 20 февраля. Соответственно, они заканчиваются до референдума. Может быть, какое-то время займет вывод войск. Я думаю, да, эти войска будут выведены. Надеюсь, ничего экстраординарного не произойдет. Записали. Второй момент. По поводу партизанской войны. Зенон Станиславович об этом говорит, наверное, уже почти лет 30 примерно. Поэтому это вопрос к нему, что он имеет в виду под этим. Кто эти партизаны? Я бы сказал, что партизанская война в Беларуси, наверное, активная фаза. И действительно идет с августа прошлого года. 2020 года в том или ином виде. Кибервойна идет, железную дорогу периодически штормит, что-то им отключает. Поэтому, наверное, да, какая-то активность ведется. Не уверен, что в этом как-то задействован Зенон Станиславович. Но, может быть, его идеи как-то доходят до масс. По поводу третьего вопроса. Это такой вопрос очень дискуссионный. И там действительно передача целая посвящена. Но сказать однозначно, давайте дружить с этими, не дружить с этими, нет. Я считаю, что Беларусь должна иметь отношения с Европой и с Россией. И ориентироваться в том числе на рынки Китая и Индии, которые являются перспективными на ближайшие десятилетия. И там будет центр разработки в ближайшие, может быть, даже десятилетия. Может быть, и не только десятилетия. Поэтому здесь не надо создавать ту модель, которую Лукашенко создал. Что, типа, мы будем только с одними работать, а все остальные враги наши. Я считаю, что должен быть безвизовый режим абсолютно понятно в Европе и Беларуси. И это то, чем должен был заниматься министр Макей. А Макей занимался просто дискредитацией Беларуси на международной арене на протяжении многих лет. Я считаю, что Макей несет ответственность за события августа 2020 года. За то, что он разрушил и разрушает отношения Беларуси с Европой во главе с Лукашенко. Когда он отмывал его, отбеливал многие годы. И пытался представлять тирана таком шелковым пушистым после выборов 2015 года, после выборов 2010 года, после выборов 2006 года, когда Макей возглавлял администрацию Лукашенко. И занимался тем, что он в том числе уничтожал и зачищал белорусские некоммерческие структуры. Так может быть Макей засланный казачок из команды товарища Путина? Нет, Макей просто, извините меня, мягко скажем, такая шавка диктатора, которая больше не способна. Если бы у человека была совесть, то он в августе прошлого года подал в отставку. А человек просто то ли прикорыдник, то ли не способен каким-то образом отстаивать свою точку зрения. То ли трусливый абсолютно человек, который действительно не способен. Я считаю, что пример дипломатов, которые покинули ведомство Макея, показывает, что это люди мужественные. А Макея мужества не хватило для того, чтобы свою позицию озвучить. Вместо этого Макей после этого угрожал журналистам, угрожал НКО о том, что все будет ликвидировано, если вы не прекратите протестовать и так далее. Вот я считаю, что Беларусь должна, конечно, иметь отношения с Европой, и они должны быть прозрачные, и необходимо выстраивать эти отношения. Но на это понадобятся, конечно, годы. И я считаю, что это только усилит Беларусь ее повестку. Еще важный момент, который я бы хотел подчеркнуть, надо понимать, что все-таки и ресурсы финансовые, и, возможно, какие-то передовые технологии на Западе находятся, и надо на это тоже ориентироваться. Но при этом, еще раз подчеркну, перспективные направления, наверное, стоит искать даже не в России, а в Китае, в Индии и в этом регионе, учитывая масштаб этого региона и учитывая, насколько это быстро развивающиеся рынки, особенно индийский рынок. Ну, вы сейчас так Макеи сказали, у меня такое полностью ощущение, что это человек Кремля, вот конкретно работает впротив. Макеи нет, Макеи абсолютно человек Лукашенко, который служит ему больше 20 лет. Значит, у него своя игра какая-то. Причем он уже, знаете, он уже Колю в туалет водил. То есть человек такой, вот я недавно прочитал такую историю, могу вам даже сказать, в Англии у короля был человек-придворник, который следил за туалетом короля. Он ему, извините, задницу подтирал. Вот Макеи тот самый человек, который вот такую роль выполняет при придворе Лукашенко. При этом это был самый почетный, самый почетный человек. Вы понимаете, что вы сейчас отнесли Беларусь на 300 лет назад, исторически? Нет, я сказал то, что происходит сейчас в отхудшении короля, который считает себя королем Беларуси. Да, но это было 300 лет назад. Ну, это были у князей так называемые постельные, которые... Постельные, да. Да, это очень почетные должности были. Уважаемые Дмитрий и Павел, не хочется с вами расставаться, но не хочу злоупотреблять вашим вниманием. Вы и так пересидели, как можно было бы сказать для некоторых президентов. Но то, что вы как пересидели, нам очень приятно, вы могли бы сидеть и сидеть долго. Спасибо хочу сказать нашим подписчикам и нашим зрителям, которые даже пришли, я вижу, из ТикТока. Вам привет из ТикТока, Павел и Дмитрий. И волшебное слово лайки, когда просишь, никто не ставит. Как только говоришь, поставьте, пожалуйста, лайк сразу. 100-150, друзья, это спасибо.